Добрый вечер всем любителям спорта! Сегодня на поле выйдут всеми любимые команды сборной Nexus и сборной команды HTC. На нашем знаменитом бамбуковом стадионе вас ждет интереснейшее сражение. Цвета сборной Nexus будет представлять модель Nexus 5 от LG. Цвета HTC представляет модель One M8. В комментаторской кабине ваш любимый ведущий Калинин Дмитрий звучит свисток судьи. Мы начинаем! Кто сегодня фаворит? Да никто этого толком не знает! Из первых же минут атакует Nexus 5. Пластиковая гордость компании Google. Не скрою, смартфон выглядит очень привлекательно. Нет никаких лишних надписей спереди. Цельное стекло придает смартфону шикарный вид. Корпус Nexus 5. Приятный на ощупь матовый софт-тач-пластик, на котором, однако, остаются жировые следы от пальцев. Смартфон отлично лежит в руке, да и смотрится неплохо. Нигде ничего не скрипит, не прогибается. Тут цельный неразборный корпус. Однако, чтобы вы не говорили, согласитесь, Nexus 5 выглядит просто. В нем нет того, что выделяло бы его из толпы. Дизайн – это главный козырь тайваньского красавца от HTC. Корпус на 90% состоит из металла. Его приятная прохлада и стильная обработка придают смартфону неземной вид. А передние стереодинамики BoomSound делают смартфон узнаваемым и неповторимым. Согласитесь, что сейчас мало смартфонов, которые вы можете опознать по мимолетному взгляду. Пожалуй, это только айфоны, да и HTC One M7, да и M8. Качество исполнения также на высоте. В отличие от предшественника M7, здесь просто не может быть никаких щелей и зазоров. Все подогнано под цельный металлический корпус, который благодаря скруглениям отлично лежит в руке. Жировые пятна хоть и остаются на корпусе, но они не так заметны, как на Nexus 5. Если сравнивать по габаритам, то в ширину смартфоны практически одинаковые. А вот в длину Nexus 5 короче как раз на ту самую бесполезную надпись HTC под экраном. По толщине M8 ощущается тоньше. Хотя это, конечно же, обман. Nexus 5 на целый миллиметр стройнее, да и по весу он легче на 30 граммов. Однако, если положить руку на сердце, HTC One M8 как дизайном, так и материалами во всем превосходит Nexus 5. 0.1 В Nexus 5 установлен хороший дисплей. Почти таким же размером, как и на HTC One M8, разрешением Full HD и почти одинаковой плотностью точек на дюйм. Давайте не будем ловить миллиметры. Оба экрана защищены стеклом Gorilla Glass 3 и примерно одинаково справляются с жировыми пятнами. В первое время я никак не мог понять, какой же дисплей лучше. Однако, после недели эксплуатации я стал замечать, что картинка на M8 более естественная. Черный цвет глубже, а белый цвет белый. На дисплее Nexus 5 белый цвет выглядит чуть желтоватым, что, наверное, неприятно вот этой девушке, у которой зубы кажутся чуть желтыми. У этой девушки зубы белоснежные. Картинка, конечно же, одна и та же. На этой картинке отлично видно, что лицо у этой девушки желтое, неестественное. Здесь оно, так как задумано было художником, бледное. Цветы. На экране HTC One M8 все цвета кажутся чуть более глубокими, а на экране Nexus 5 все цвета кажутся немножко белесыми. Например, если посмотреть на небо вокруг истребителя, видно, что оно настоящего голубого оттенка. Здесь же видно, что такое все белесо-белое. Теперь давайте посмотрим передачу различных цветов. Вот настоящий белый цвет. На Nexus 5 он выглядит грязно-желтым. На HTC One M8 он выглядит таким бело-голубым. Листаем красный цвет. Здесь такой кроваво-красный. Здесь просто обычный красный. Зеленый цвет выглядит на HTC One M8 более глубоко. Темно-синий цвет тоже немножко отличается. Здесь чуть-чуть блеклый. Салатовый тоже более глубокий. Фиолетовый цвет тоже более насыщенный. Желтый цвет поинтересней. И настоящий черный цвет. К сожалению, сейчас ярким солнечным днем вы не увидите всю глубину черного цвета. Но если зайти в темную комнату и включить яркость дисплеев у обоих смартфонов на максимум, то здесь дисплей будет гореть чуть ли не белым цветом, а здесь так и останется черным. Если же начать поворачивать смартфон вот под таким вот определенным углом, то очень сильно заметно, что дисплей Nexus 5 заметно выцветает. На HTC One M8 ничего подобного не происходит. Вот, например, сравните настоящий серый цвет. Здесь он грязно-желто-серый. Здесь просто серый цвет. Градиенты. Тоже картинка более приятная. Зато, как вы, наверное, можете заметить, различимость оттенков на черном фоне на Nexus 5 значительно лучше. Я, например, вижу до номера 6. Здесь же я с трудом вижу до номера... Вот здесь где-то. Экран HTC One M8 имеет высокую максимальную яркость и очень эффективный антибликовый фильтр. Поэтому этим смартфоном без проблем можно пользоваться даже на улице ярким солнечным днем. Впрочем, и Nexus 5 ведет себя на ярком солнечном свете вполне достойно, но несколько блекнет. И мяч снова влетает в ворота Nexus 5. В центр передачи проходит кросс. И по штрафную завершать нужно. Какой момент? Еще 2-0! Изумительно все было! Из первых же минут HTC One M8 бросается в атаку и пытается доказать, что он звучит гораздо громче и качественнее, чем Nexus 5. Давайте послушаем какую-нибудь композицию. Проверим звук. Ну а теперь то же самое и послушаем на Nexus 5. Громкость максимальная. И как вы, наверное, уже сами заметили, что Nexus 5 звучит гораздо тише, чем HTC One M8. И менее качественно. Это слышно даже невооруженным ухом. Послушайте. Неоспоримым преимуществом M8 является настоящий стереозвук. Меня еще iPhone бесил одноухим звуком, который идет с одной стороны. Слушаешь это как енот-инвалид, только одним правым ухом. При прослушивании через наушники победа также за HTC One M8. Здесь звук громче и качественней. И почти сразу же счет становится 0-3. И снова опасный момент. Удар 3-0. Сидели. Это шок. И Nexus 5 вводит мяч в игру. Голый Android это, конечно, лучше, чем глючный TouchWiz и лагающие LG и Sony UE. Но после того, как ты попользуешься Sense 6 на HTC One M8, уже невозможно себе представить, как можно работать на смартфоне как-то иначе. У HTC все просто и понятно. Хочешь, создавай папки в списке программ. Хочешь, пересортировывай приложение под себя. Хочешь, настраивай панель быстрого запуска, как тебе это заблагорассудится. На M8 даже можно установить кнопку громкости на спуск затвора. Смотрите, это очень удобно. Кстати, раз уж я вспомнил о камере, не могу не сказать, что очень удобно сохранять фотографии на карту памяти, которой нет на Nexus 5. И поэтому приходится забивать и без того маленькую память телефона. Есть очень удобная новостная лента BlinkFeed, которая позволяет получать все новости, которыми именно ты интересуешься. Эта фича стала настолько популярной, что сейчас практически все производители так или иначе копируют эту фичу. Одним маленьким преимуществом в удобности использования Nexus 5 является, конечно же, умная звонилка, которая, однако, без интернета становится обычной. В HTC M8 есть очень удобная функция ответа на звонок поднесением к уху. А чего только стоит разблокировка Motion Launch. Я так врезался в эту фичу, что, не задумываясь, разблокирую любые попавшие мне смартфоны привычным жестом вверх. И очень злюсь, когда это не получается. Мяч в воротах. 0-4. Еще одна атака. Хедира. Пустые ворота. 4-0. Ну что же вы творите-то? Вот на это смотреть страшно, честно говоря. Меня всегда удивляло то, что в обзорах различных гаджетов рассказывают обо всем, что угодно, кроме самого главного. Почему-то многие забывают, что первостепенные задачи любого телефона это звонить и принимать вызовы. Я специально купил вторую симку мегафона NanoSIM для HTC One M8 для того, чтобы проверить качество сигнала. И поехал в область. И заметил, что HTC One M8 лучше принимает сигнал. Там, где Nexus 5 уже теряет его, в HTC есть хотя бы одна палка. И можно осуществить вызов и принимать звонки. Пару раз на смартфоне Nexus 5 я не услышал вызова. Очень тихий сигнал. Хотя это, наверное, больше относится к звуку. Интересно и то, что мобильный интернет лучше работает на HTC One M8. Хотя и тот, и другой смартфон, смартфоны могут принимать 4G LTE интернет. Что интересно, HTC One M8 также лучше работает с сигналом GPS. Давайте запустим и посмотрим. Вот сейчас я на холодную после перезагрузки обоих смартфонов запустил GPS. Как вы видите, на HTC One M8 он видит уже 3 спутника. На Nexus 5 до сих пор еще видит 2 спутника. Условия для GPS очень тяжелые. Я сейчас нахожусь в 2 метрах от окна, который выходит практически на север. Вот, как вы видите, HTC One M8 уже определил координаты. Nexus 5 до сих пор не может определиться с этим. И, как вы видите, в общем уровень сигнала несколько выше на HTC One M8, чем на Nexus 5. Вот сейчас он даже потерял спутники. Ну а если говорить про качество сигнала Wi-Fi, то преимущество HTC One M8 становится просто очевидным. Там, где у меня Nexus 5 уже не берет сигнал Wi-Fi, HTC One M8 хоть как-то, но цепляется за сеть. И счет становится 0.5. Главное аккуратность. У нас соперника продолжают молотить немцы. Посмотрите, Озил. Еще один удар. 5-0. 0.5. Хотя это неправильно. Оба смартфона имеют примерно одинаковые характеристики. И там, и там установлен четырехъядерный процессор Snapdragon 800 и его модификация 801. И там, и там процессор работает с одинаковой максимальной частотой примерно 2,27 ГГц. И графический процессор тоже одинаковый Adreno 330, который, однако, на HTC One M8 работает с максимальной частотой 578 МГц, а на Nexus 5 450 МГц. Оба смартфона имеют одинаковое количество оперативной памяти 2 ГБ и внутренне встроенная память 16 ГБ. Без сомнений, HTC One M8 почти на полгода новее Nexus 5, но на стороне последнего голый Android, который оптимизирован под Nexus. Так посмотрим же, кто быстрее. Сначала посмотрим в синтетических тестах. Сами тесты проводить я не буду, так как они длятся довольно долго. Я покажу лишь конечные результаты. Как вы видите, на Nexus 5 показывает, ну, грубо говоря, около 30 тысяч попугаев. На HTC One M8 36 тысяч попугаев. Давайте же посмотрим на конкретные значения. В мультизадачности в рантайме HTC One M8 побеждает, в АЗУ мультизадачность и скорость АЗУ тоже побеждает. Вот интересное. Расчет целого числа процессором чуть-чуть лучше на Nexus 5, а с плавающей запятой M8 справляется значительно лучше. Теперь посмотрим графику. в 2D графике Nexus 5 справляется ну, чуточку лучше, а в 3D графике M8 опять значительно опережает Nexus 5. Вот вывод. Ну, тут цифры примерно одинаковые, тут можно не ловить миллиметры. Хотя, для поклонников Nexus'а скажу, что, например, вот вывод памяти, значение на Nexus 5 несколько больше. Теперь давайте посмотрим результаты теста 3D Mark. Ну, как вы видите, HTC One M8 показывает больше 20 тысяч попугаев, Nexus 5 показывает в районе 13 тысяч попугаев. Ну, а теперь давайте посмотрим быстродействие в реальных задачах. Например, запустим Real Racing 3. Заодно посмотрим, где быстрее запускается. Так, для начала давайте закроем все приложения, чтобы были одинаковые условия. Все закрываем. На счет 1, 2, 3. Поехали. 1, 2, 3. Запускаем. Ну, как вы видите, быстродействие примерно одинаковое. Что неудивительно, так как железо у них, как я вам уже показывал, тоже примерно одинаковое. Здесь лишь частота графического процессора несколько выше. Теперь давайте запустим какую-нибудь гонку. в Abracet. Ну, вы видели, что и там, и там, Real Racing идет очень плавно, что довольно приятно для смартфона стоимостью в два раза меньше, чем HTC One M8. Но, как я уже говорил, здесь стоит голый Android, и это его основное преимущество. Но все-таки, за счет показаний синтетических тестов, HTC One M8 забивает еще один гол в ворота Nexus 5. 6-0. Против него Оскар оброняется, а передача штрафной на Лама. Лам! 6-0. Бедный ребенок, а! Время нашего сражения уже на исходе, а противники еще не мерились аккумуляторами. Nexus 5 имеет несъемную батарею 2300 мАч. Я больше недели пользуюсь этим смартфоном. И скажу, что заряда хватает примерно на 2 дня обычного использования при 4,5 часах активного экрана. Это обычно звонки, смс, твиттер, ютуб, интернет, ну и изредка фотографии и видео. Ну, также еще можно пару гонок запустить в Real Racing 3, но не более. HTC One M8 получил аккумулятор 2600 мАч и хорошую оптимизацию оболочки Sense. Мне также хватает этого смартфона примерно на 2 дня обычного использования. Однако, количество часов активного экрана здесь значительно больше и составляет примерно от 6 до 8 часов, в зависимости от того, как часто я использую режим энергосбережения. Вот, например, вчерашний показатель. Я не использовал режим энергосбережения, он автоматически включается на 14%. Как вы видите, смартфон проработал почти 2 дня при 6 часах активного экрана. При этом я использовал, давайте посмотрим, что обычно, твиттер, блинкфит читал, очень активно использовал гугл диск, читал интернет, много использовал камеру, слушал музыку, а также смотрел фильмы на ютубе. На флагмане от HTC я могу позволить себе значительно больше. Например, час игры в Real Racing, плюс пара часов ютуба и много-много твиттера и интернета. Но и без фоток не обходится ни один день. При разнице в 300 мАч HTC One M8 значительно лучше работает с батареей, и счет становится 0,7. Передача опять штрафную! Опять еще один седьмой! У меня сердце разрывается, когда я на это смотрю. Идет последняя минута нашего захватывающего матча. Чем же может ответить Nexus 5 тайваньской машине? Давайте посмотрим камеру, сделаем несколько фоток, снимем несколько видео и сравним качество изображения на ПК. Nexus 5 имеет две камеры. Основную, 8-мегапиксельную, и фронтальную, на 1,2 мегапикселя. HTC One M8 имеет аж три камеры. Фронтальную, на 5 мегапикселей. Основную, на 4 ультрапикселя. И датчик глубины сцены, на 2 мегапикселя. До того, как мы посмотрим сами фотографии, давайте посмотрим интерфейс камеры. У Nexus 5 это одна кнопка. И скрывающиеся кнопки настроек и режимов. Первое время интерфейс камеры на Nexus 5 меня сильно смущал. Я не понимал, входит ли в фото область за кнопкой. Но когда я узнал, что фотографии на Nexus 5 получаются соотношением сторон 4 к 3, стало все понятно. То, что вижу, то снимаю. Интерфейс камеры HTC One M8 не менее удобный. Но он состоит из двух экранов. Экран съемки и экран выбора режимов, который можно настроить под себя, как я это и сделал. Я сделал немало снимков и снял достаточно много видео. И хочу сказать, что камера Nexus 5 работает чуть медленнее, но делает более качественные снимки. Также на гуглофоне имеется оптическая стабилизация изображения, что очень помогает при видеосъемке. И здесь имеется, наверное, один из лучших встроенных режимов HDR. Он называется HDR+. Который позволяет снимать в очень тяжелых условиях освещения. После последнего обновления моя камера на HTC One M8 стала снимать совсем плохо. Снимки стали размытыми и с ужасной резкостью. Давайте теперь посмотрим несколько фотографий, которые я снял на HTC One M8 и на Nexus 5. В целом Nexus 5 снимает значительно качественней в широком диапазоне освещения. И Nexus 5 забивает гол престижа на последней секунде матча. 1-7. В заключении хочу сказать, что вся эта битва, конечно же, шутка. Нельзя сравнивать смартфон за 30 тысяч рублей и за 15 тысяч рублей. Это также бессмысленно, как сравнивать BMW X6 и Volkswagen Tiguan. Обе машины прекрасны, но они из абсолютно разных плоскостей. На этом мы завершаем сегодняшнюю футбольную трансляцию. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и читайте мой твиттер. На этом всем спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.